Ребята, рассказ просто офигенный. А ещё я как раз выгнал шога-то из камин. В прошлый раз мы сидели с спинки, и было просто супер. Вам надо только... Доброе утро. Сейчас три часа дня. Где-нибудь всегда утро. Сегодня я хочу почитать. Можешь идти, Рейнбоу Дэш. Лады, всем до встречи. Мне было скучно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Твайлет просыпается в своей постели. Она подавлена, как обычно. День за днём приносит лишь разочарование в сути вещей. Присложник Спайк её не ценит. И лишь он достаточно подрастет, так проглотит Вайлет, не колеблясь. Именно этот страх смерти и влечет юную кобылу к учебе. Время необратимо. Мрачный жнец оттачивает косу к жатве, подобен своим безразличием солнцу, что каждый день восходит и садится. Величественное дугое озаряет тлен и ничтожность живущих под ним. Объект, что Твайлет по глупости зовет другом, изрыгает свиток. Кусок пергамента падает на пол, ожидая прочтения. Ну же, верная ученица. Я... я подхожу и поднимаю свиток. Мудрое решение. Ибо, как выясняется, отправил его не кто иной, как твоя всеблагая возлюбленная наставница. С любовью и теплотой она требует, чтобы ты отыскала определенную книгу и прочла определенное заклинание. Таково твое задание на сегодня. О такой мелочи она тебя просит. Твайлайт думает. Интересно, чем заняты мои родители? Наверняка чем-то в разы исключнее, чем обучение у самой Селестии. Я тут же берусь за работу. Я распахиваю книгу и ищу, как читается это заклинание. Оно очень простое. Да, раз слишком. Быть может, Селестия стала слабоумом на старости лет. Быть может, рассудок ее давно замутнен. Быть может, пришла пора кому-то свигнуть Селестью занятие место, прежде чем она утопит Эквестрию своим бурлящим безумием. Или я не права? Я уверена, это заклинание преподаст мне важный жизненный урок. Что бы там ни был, я тут же его читаю. А вот Вайлайт, будь я простой смертной пони, пришла бы в ярость. Как же повезло нам обоим, что я богиня. Мир вокруг начинает расти с угрожающей скоростью. Или скорее, это ты уменьшаешься? Все сильнее и сильнее на тобой нависают стены и мебель. Твое тело пронзает нестерпимая боль. Оно меняет форму, нарушая законы самой природы. Органы смещаются и перекручиваются, сдавливаясь, принося немыслимое страдание. Когда, наконец, кошмар подходит к неизбежному завершению, ты все так же остаешься букашкой. Но новое облище лучше отражает твою сущность. Милая ученица, теперь ты паук. Восемь мохнатых лап, пара Дэвида Хелицер и ненамека на рог. Если и прежде на тебя не взглянул бы ни один жеребец, то теперь твои шансы существенно снизились. Но я не хочу быть пауком. Кому-то, я уверен, не все равно. Я отменяю заклинание. И каким же образом ты это сделаешь? Насколько я помню, ты бездумно исполнила ритуал, не прочитав мелкий текст. И в первую очередь не подготовила способа его обратить. Теперь ты застряла в этом теле. Точно так же, как ты застряла в этом повествовании до тех пор, пока не найдешь способ вернуть себе привычный облик. Я иду зову Спайка. Не знаю пока в чем именно, но это он виноват. Вот он пусть и разбирается. Не то я его укушу. Во сне. Ты взываешь к Спайку, но все без толку. Каким способом ты намеревала сообщаться с ним? Случалось ли тебе самой разговаривать с пауком? И советую поостеречься, моя ученица. Поведай, что делает Спайк с пауками, если ловит на веро на ему территории. Съедает, состервенение, монетность к тем немногим вещам, от которыми он чувствует власть. Вот видишь. Так а что, я теперь буду пауком в рассказе «Скончание веков»? К тому все и шло бы. Но воля судьбы благосклонна к тебе. Из расщелины в стене появляется еще один паук. Существо ярко-красного цвета, каких ты никогда раньше не встречала в округе. Твайлайт, ты что ли? Узнаю твой мохнатый лиловый зад. Брат Эпплджек? Ага. Твайлайт, а чего я в таком виде и что вообще тут делаю? Мы застряли в рассказе Селестии. И нам надо найти выход. А это мы когда успели. Я же только что сейчас спокойно шел себе с фирмы в город. Да ладно. Вероятно, стоит упомянуть, что урок предназначается тебе. И меня не слишком заботит, какие воспоминания останутся у красного. Тебе стоит изменить русло беседы, если, конечно, не хочешь выглядеть ненормальным и в меру непривлекательным арахнидом. Брат Эпплджек, мы должны придумать, как превратиться назад в пони. Ты поможешь? Ну, скажу честно, у меня хорошо выходят две вещи. Одна таскает Терсти, а другая... Ну, любой тебя скажет, что меня неспроста называют Большой Макинтош. Ага. Замечательно. Значит, первую можно сразу вычеркивать, потому что я как самка крупнее тебя и, соответственно, утащу больше твоего. От второй вообще никакого проку. Итого, в целом, делаем вывод, что от тебя никакого проку. И голос у тебя девчачий. Не, ну это, давай не надо ничего вычеркивать. Кто сказал, что моя вторая способность не превратит нас обратно в пони? Она, бывало, и не такие чудеса творила. В чём-то он прав. По твоей же глупости, у тебя нет иного выхода, кроме как выяснять способ отменить заклинание с нуля. А разданных для построения достоверной гипотезы у тебя нет, ты с равной вероятностью можешь прибегнуть к любой мере. Причём неоднократно. Чтобы исключить статистическую погрешность. Ладно, ладно. Давай проверим. Но не вздумай всё испортить. Я не привередничаю, конечно. Но может тут где-нибудь есть ещё паук? Например, самец? Твайлайт изобразила суровый взгляд. Но в глубине души слова её задели. Неужели правы были хихикающие одноклассники? Зачем это нам ещё, паук? Я чем не подхожу? Я толстый или что? Я просто подумал, так будет проще. Обойдёшься. Бери что есть и не жалуйся. Ну ладно. Тогда начнём, что ли? Стоять. Это делается не так. По-моему, мне виднее, так я делаю или нет. У пауков сложный брачный ритуал. Ты должен исполнять ритуал. Агась. Что я и делаю. Тогда делай всё как надо, а то я тебя съем. Да говорю ж тебе. Я знаю, что делаю. Красный Самец начинает танец. Его гипнотический ритм вводит Твайлайт в транс. Словно по особому волшебству, которого ей никогда больше не испытать. Остальное природа делает сама. Несколько дней спустя приходит пара Твайлайт откладывать яйца. Процесс болезненен, как роду тысячу раз подряд. За что? Худший день в моей жизни. Проходит две недели, а Твайлайт всё так же ни на йоту не продвинулась в поисках решения. Меж всем, большой Макинтош и Твайлайт вступили в упадочную фазу своих отношений, в которой Твайлайт беспощадно доводит своего партнёра до алкоголизма. Он несчастен, поскольку всё, что он делает, не так. Она также несчастна, поскольку всё, что он делает, не так. Итак, брат Эпплджек, теперь мы знаем, что сожительство, чудеса деторождения и взаимная ненависть не превратят нас обратно в пони. И? Чё ты теперь от меня отходишь? Я хочу, чтобы ты прибрался на паутине, вот чё я хочу. Пока ты тут не поселился, на ней пятнышка не было. Ты успел пожить одна минут пять, и ты никогда нигде не прибираешься. Не будь у тебя спайка, ты бы ещё как пони наверняка стоял бы в собственной грязи по уши. За собой я всегда убираюсь. Так что можно сделать вывод, что вся грязь, которая остаётся, от тебя. Отчевидность ты не убираешься за собой, потому что тут до сих пор грязище. Хочу быть обратно незамужним жеребцом. И к карамелю. Ну всё, я ухожу в свой угол паутины, я буду там плакать, пока ты передо мной не извинишься. Туайлайт, слушай, прости, я дурак, я виноват, ты права, я постараюсь убираться здесь почаще. Вот и хорошо, потому что у меня полно ещё эмоциональных проблем, в которых ты виноват. Так, похоже, у меня появились дела. Пора закругляться. Отвратительный паукообразный выводок Туайлайт чёрной волной вырывается из своих оконов, влекомой неудалимой страстью к пропитанию. Смертоносным шевеляющимся ковром создания стелится попол. И это что за хрень? Ладно, слушай, брат Эпплджек, у меня есть план. Убей меня. Сбрось меня в море пауча. Ты это точно? Вряд ли нам потом за это отвечать. Во-первых, потому что никто не знает, что мы пауки. А во-вторых, как они нас найдут? Не спорь, а? Макин тоже бросает Туайлайт навстречу миллионам разверстных пастей. Но столь желанные объятия смерти обходят её стороной. Как всегда в её жизни, течение сносит её против воли. Они влекут её вниз по лестнице, лишь ненадолго задерживаясь на спайке, чтобы высосать жизненные соки из его тела. Акт высшей справедливости, который паучки могли бы оценить по достоинству, не будя не плодом соединения своих родителей. Они высыпают из дома, пробираясь через открытые окна и заполняют улицы Понивеля, сметая почувство всё живое на своём пути. Наконец, они достигают границы города, и там, сидящего верхом на неизвестном доселе Оликорне, что представляется Аргем Баргером, встречают ещё одного паука. Тот сообщает, что никто иной, как знаменитый Мэриэм Вебстер. Ммм, мило. Оликорн, используя свои чудесные способности, уничтожает рой непослушных чад, поглощая жизненную эссенцию из убиенных тел. Он сопровождает Твайлет до дома и возвращает ей естественный облик пони. Вот так. Он рассказывает, что они с Мэриэмом уже тысячу лет путешествуют вместе. Оликорн всегда восхищался Твайлет издалека. Но в свете последних событий и Аргем Баргер, и Мэриэм влюбились в Твайлет без памяти. Беру газету, сворачиваю, прихлопываю Мэриэма. Ты следующий приятель, если не свалишь по-хорошему. Слепая, романтичная сентиментальность заставляет его повиноваться. И на этом, полагаю, нашу историю можно завершить. Надеюсь, она послужила тебе хорошим уроком, верная ученица. Поскольку в завтрашнему дню я ожидаю увидеть полный отчет по изученному. Сейчас же займусь. А ведь какое удобное средство обучения. Думаю, в дальнейшем любой житель пони Вилли будет в обязательном порядке присутствовать на чтениях у твоей подруги, если она потребует. Нам не помешает лишний изоп. Слепая, романтичная сентиментальность заставляет его. Продолжение следует... Продолжение следует...